В этом году исполнилось 95 лет со дня рождения Владыки Ювеналия. Куряне вспоминают об архипастере, как о мудром наставнике, который делал все для процветания церкви. Так, например, по его инициативе в школах региона начали преподавать основы православной культуры. Он же учил земляков истинному христианскому смирению. Таких людей, как Владыка Ювеналия, наверное, в мире очень-очень мало. И мне бы очень хотелось, чтобы у нас больше было таких людей. Он всегда молился за всех. Он не разделял людей. Для него все были равны. Он каждому шел навстречу, каждому помогал. Он много давал в советах, очень нужных. И житейских, и по православию, и по вере. И как-то мы от него впитывали очень многое. И благодаря ему, может, мы еще сейчас, в это трудное время, но у нас еще теплится этот огонечек любви, огонечек этот к вере, к Богу. На могиле схемитрополита Ювеналия провели панихиду. Об архипастере молились и его родные. Дочь, внуки и правнучка. Мне приятно, что куряне помнят о моем папе. Он получал очень много писем. Многие к нему обращались за советом. Конечно, это было все на наших глазах. Но как дети, мы не можем все знать о своем родителе. Поэтому мне всегда очень приятно слышать, когда о нем вспоминают, рассказывают. Мне это очень дорого. Многие куряне считают его духовным наставником, чей голос до сих пор звучит в сердцах православных со всей России. Мы не только не забываем его, это немыслимо, забыть своего духовного отца. Но без конца и молимся, и благодарим Бога, что Господь сподобил нас иметь с ним общение, иметь от него руководство в жизни. Куряне говорят, владыка Ювеналии был примером истинного служения Богу и людям. И сегодня они стараются следовать его наставлениям, продолжать начатое дело. Так, например, в регионе действует Попечительский совет по возрождению коренной пустыни и объектов Курской метрополии. Екатерина Комарецкая, Сергей Дорохов, События дня.